И вот в нашем большом тест-драйве народный по-настоящему, хотя иностранный автомобиль, Рено Логан или Дача Логан. Как в принципе почему-то в Европе вся эта продукция продается именно как Дача. Во Франции или в Италии продается как Дача. Цыганский автомобиль. Но у нас это Рено Логан. И конечно этих автомобилей в наших городах пруд-пруди их много. Это массовая машина, действительно. Планы читал. 125 тысяч планируют в 2013 году уже новый обновленный Логан выпускать на Автофрамосе. Французский производитель в Москве. 125 тысяч. В год. Ребят, но я видел позавчера полицейские на Логанах. Вот так вот. Белый с синий полосой. Вдруг смотрю. Достаточно аккуратненько смотрится, кстати. Ну какой-то есть бред в этом. Но вот он стоит. Народный. Нет, ну вы не переплюнуть этим вашим полицейским. Народный. То, что творилось в 2000-х годах, в первой половине, в Новгороде, в Великом, там по Новгородской области разъезжали на оках полицейские. Да не может это быть. Самого ловили за скорость вот на таких. Какая мощь. А вы на чем убегали от них? На велосипеде? На самках. На чем-то убегал. Да, на самках. И, друзья мои, итак, Рено Логан. Ну что же, давайте что ли начнем с Сащи Махидова. Да, давайте. Ну надо как-то ему отмыться от темы дня. От чего же? Отчиститься от скверной ремни. Давайте, очищайтесь. Причищаться я в другом месте буду явно не с вами. Исповедоваться точно не вам. Давайте, давайте. Вот. Давайте мне. Давайте вам, Алексей Алексеевич, мои впечатления от автомобиля. Как его воспринимали предварительно? Ну, во-первых, не раз в качестве пассажира передвигался на этом автомобиле. Потому что очень многие таксомоторы, да, и таксомоторные парки используют в качестве базового автомобиля. Поэтому находился на заднем сидении и всегда ощущал, что автомобиль большой. Ну, единственные были вопросы к тому, как он управляется. Никаких иллюзий не было относительно тех материалов, которые используются внутри салона. Но завораживала цена. Завораживала цена, которая начинается, ну, что-то в районе 330 тысяч, да, рублей за автомобиль в низшей комплектации с двигателем в 1,4 литра. Ну, я так понимаю, что у нас на тесте был один из самых навороченных аппаратов. И один из самых дорогих. Да, потому что верхняя планка 450. И разница уже там 120 тысяч, да, между комплектациями. С четырехступенчатым автоматом, который не вызвал никаких нареканий в своей работе, учитывая, сколько лет он на конвейере находится. Я так предполагаю, это, наверное, испытанные вопросы. Вот смотрите, я очень кратко скажу впечатление. Ребят, снаружи этот автомобиль выглядит действительно непривлекательно. Как-то непривлекательно. Ну, непривлекательно. А что в нем отталкивать? Давайте с другой стороны зайдем. Давайте так. Ну, это кубизм, да. Я уж не знаю, что за... Кубизм. Да, да, да. Если мы говорим... Рустаму нравится искусство и наука. Да, да. И кубизм. Я, как человек, который разбирается в живописи и видел картины Караваджо... А вы сами пишете картины. ...в намарках, которые собирал в пятом классе, могу сказать, что это вот что-то от кубизма. Ну, вот что-то такое. Дали... Невладимое. Теперь я вам скажу, почему так. Да, вот смотрите, это кубизм, значит, который просто настолько архаичен, настолько нарушает вот все представления о том, как должен быть в кавычках сложен автомобиль современный, что доходит до того, что, ну, аэродинамику автомобиля просто напрочь отсутствует. Ну, послушайте. Нет задачи сделать аэродинамичную такую задачу. Значит, по словам автопроизводителей, если стоит задача удешевить процесс, да, то чем площа, понимаете, да, площа деталей... Тем легче. Тем они дешевле получаются. Конечно, легче делать. Потому что пресс для изгибания вот этих всяких там вот... Это очень дорого. Дутышей, да, это очень дорого. Поэтому если хочешь дешево, штампуй прямо. Поэтому все грузовики, обратите внимание, все, начиная с микроавтобусов, да, они все тупо вот квадраты. Потому что очень много железа. Значит, к этому вопросов никаких нет, но это вот утилитарное, да, так вот, утилитарное автомобиль. Так есть вопросы к кубизму или нет? Есть с точки зрения, если вы хотите модный какой-то. Это абсолютно не модный автомобиль. Если вы хотите модным, тогда надо брать автомобиль с серебристой полосой сзади на багажнике. Смотрите, я очень хорошо вот ассоциацию нашел, да. Вот этот автомобиль очень похож на эти клетчатые сумки, с которыми вот путешествовали наши челноки. Из Москвы в регионы, значит, в Москву используются. Да, надежная, большая сумка. Недорогая. Да, недорогая. Значит, внутри вопросов опять же никаких. Огромный диван сзади, огромное решение пространства идеально, да, с точки зрения... Нету проблем с сидушкой у Рено вот именно в этом автомобиле. С точки зрения управления, там гидроусилитель руля. Ну, вот Виктория, да, скажет о своих ощущениях. У меня ощущение, что как-то тяжело... Смотрите, зайдем взрослый. Он тяжеловатый чуть-чуть. Тугой спортивный руль. Нет, ну, неспортивный, а просто тугой руль. Огромный багажник у автомобиля. Неожиданно туго пошло. Да, огромный, слушайте, огромный, значит, багажник у автомобиля. Единственный вопрос, это, конечно же, вот отделка багажника, потому что... Чем? Пружинами? Нет, пружинами. Там просто кинут вот ковер, да, вот ковер, как у нас в Таджикистане. Какой ковер? На железо кинут ковер. В этом москетизме? Да ладно. В этом уме есть стиль уже. Какая разница чемодану, на чем лежать? Да. Но пружинник, кстати, хорошо. Но спартанский. Ребят, я могу следующее сказать. Единственным минусом, вот это все не является минусами, да, это все на любителей. Единственным минусом этого автомобиля является, конечно же, слишком высокий расход топлива. Прожорливая зараза. Да, в районе 11 литров. Это плата за низкую относительную цену самой машины. Да, потому что, я так понимаю, двигатель, который 1,6 стоит в этом автомобиле. Да, еще автомат. Еще автомат, конечно же, и с точки зрения современных технологий уже изжили себя. Надо что-то новенькое, конечно, компания Renault предложить. Но это удорожит. Ребят, но в целом, я, честно говоря, вот с презрением относился всегда к этим автомобилям на дорогах. Ну, вот к людям, которые передвигаются к этим автомобилям. Не надо к людям, нельзя с презрением относиться. Да, ну, хорошо, к автомобилям. Изживает себя. У тебя самого есть за что презирать. Да, я знаю. Сегодня ты уже оступился. Да, но в целом... И ты по локоть в дегте скверном. Нет, нет. Серый из ушей своих. Скверный дегуть. Да, я когда вот буду креститься... Тихо, тихо, не надо сейчас трогать. Да, я обязательно приглашу вас на этот перформанс. Не сейчас. На этот перформанс. Но в целом, ребят, могу... Нет, я хочу посмотреть, приглашать. На обреза они можете приглашать. Это следующее. Ну, Алексей, вы меня расстрелили, понимаете? Вы молчите. А на задней делается, знаете, тихо, 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 тихо. Ну, подождите, давайте про машину поговорим. Все, молчите, не надо про обрезать. Значит, в целом. Нет, в целом отличный. Но в целом прекрасный автомобиль, да. Значит, ребят, я... Руль Кулахуп. Нет, я в отличие от... Тунку Кулахуп. В этой машине внутри никогда не ездил. И, конечно, у меня было больше иллюзии относительно вот Рустама, что это должна быть действительно, поскольку машина очень популярная, но чем-то она должна брать еще и кроме цены. И действительно, когда оказался внутри, значит, из эргономических приколов, ну, руль невозможно на себя подтянуть, да, поэтому ты как бы привязан... Сам подтягиваешься. А четырехступенчатый автомат, наверное, можно было бы сделать пятиступку или шестиступку, да, хотя это, наверное, намного... В два раза было дороже. Наверное, дороже, да. Но я вам скажу серьезно. У меня была возможность на этой машине прокатиться по МКАДу достаточно разгруженному в выходной день, и этот аппарат разгонялся и держал дорогу, держал скорость, но на уровне, ну, простите за признание, товарищи полицейские, ну, где-то в районе 140-150 эта штука шла. Ну, просто вот МКАД был свободный, и поток был вот такой быстрый. Только никто не заметил, что проектов, да. Нет, 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 серьезно. И то есть у меня в этой машине не было ощущения, да, что я еду на каком-то тихоходе, да, который, ну, или развалится, или не может удержать, отлично держит дорогу этот аппарат. Единственное, что из-за особенности конструктивной кузова, да, вот из этого рубленого дизайна, быстрее, чем на других машинах. Во-первых, забрызгивается лобовое стекло, чаще надо мыть, но вот субъективное ощущение быстрее. Во-вторых, безобразным образом забрызгиваются зеркала и боковые стекла, это сразу вот зона, если грязная погода, то сразу ты становишься слепым. И они, в отличие от лобового стекла, уже не моются. Приходится с открытыми ездить. Что касается тугости руля, ну, знаешь, в общем-то, человек любит, когда туже, да, все-таки, и руль это одно из... Нет, каждому хотелось. К одной из немногих. Просто не готовы, не готовы. Мы привыкли уже, у нас уже ощущения другие. Ну, это мы развращены. А здесь все по-настоящему, да, здесь все по-настоящему. И меня не смутил нисколько пластик. Я понимал, что раз мы берем именно народный автомобиль, то, ну, по большому счету, он нормально сделан. Он не раздражает. Но вспомните ваше ощущение от эргономических решений с точки зрения задних дверей, ручек, закрывания и стеклоподъемников. Да, единственное, что вот я столкнулся, что вот я дочку возил, и ей было неудобно, поскольку я на заднем сидении не сидел, а сидел на переднем. Я не спросил папа, мне еще теперь. Нет, нет, там из... Слушайте, Виктория, ну что за пафос? Вот этот вот адский. Это шутка была, шутка. Вот закидайте ее камнями. Вот закидайте ее камнями. Вот закидайте ее камнями, не шутят это инслендство. Я, например, понял, это шутка. Алексеич, это не шутка. Это шутка человека, у которой сумка тысяч долларов. По отношению к вам, просто папа, мы нищие. Это не по мне, это не отношение. Это отношение к слушателям. Это отношение Вахидова, когда он говорит, что презирал людей, которые едут в этой машине. Нет, нет, защищать. Давайте, вот трое богатых против нас с инвалидом. Ну это смешно звучит. Инвалид, понятное дело. Это не смешно звучит, поверьте. Это не смешно звучит, когда на федеральном радио говорят нищие. На Тенор перешел. Это ни хрена, ни радость. На Тенор перешел. Товарищ Вахидов, Веселкин и Колосова тварь. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, нам про руль. Значит, я серьезно говорю. Тугой руль. Давно искал тугой руль. Ну, непонятно, почему сзади ручка не сквозная. То есть, знаете, как сделано? Как бы вот в задней двери, грубо говоря, вертикальная выемка такая, да, не сквозная. Ее надо как-то вот ухватить ручонкой и захлопнуть дверь. Ну, немножко не... Ну, ладно, это мелочи. Просто непонятно, зачем так сделано, если можно было обычную ручку, ну, которую можно схватить вот так вот физически рукой. Да. Во всем остальном, да, очень прожорливая зараза эта. Жрет, ну, по-моему, оценка где-то 12, ну, 11,5-12 лет. Исклоподъемники задние расположены почему-то в переднем тоннеле. Ну, их можно ногой управлять. Там пилот сидит, поэтому пилот за все отвечает. Если ты в двух евровых слаксах Гуччи, или как сланцы, сланцы это называется, там еще грязные, да, тогда можно пальцем, в принципе, нажать. Да, грязным. Вот, но в целом, ребят, но в целом машина с хорошим обзором. Хорошая, кстати, подвеска, достаточно крепкая. Ну, и когда на тест брали эту машину, даже представители сказали, можете долбать ее о полицейских как угодно, мы ей гордимся, она выдержит любые ямы, в общем, ей все это не страшно абсолютно. И, в принципе, друзья мои, вот для того, чтобы перемещаться действительно по городу и даже по, так сказать, по напряженным магистралям этой машины вполне хватает. Другое дело, что вот комплектация у нас была именно с автоматом. Разумность его присутствия, наверное, в свете именно расхода бензина большого, я бы, наверное, поставил под сомнение. Да и вообще, бюджетная машина, но с автоматом. Я бы взял клевот, ну, этот, там нет, кондиционер. Кондиционер. И на ручки. То есть уложиться где-то в 400 тысяч максимум, да, вот чтобы она все-таки оставалась такой дешевой, даже дешевым автомобилем. Вот. А в целом, ну, серьезно, я бы реально порадовался, потому что Рено, в моем представлении, всегда был таким народным автомобилем, более-менее, да, без пафоса, вот без этого. И вот этот Рено Логан, он, конечно, оставил самое хорошее впечатление при условии, опять же, вот этой цены. То есть машина для того, чтобы доехать, а для того, чтобы доехать, нужно уверенное управление, да, хорошая посадка, чтобы не уставать за рулем, и там, кстати, печка, климат-контроль, все, больше ничего не надо, отлично. Потому что если ее исправлять, она просто стоит дороже. Ну, ты сам себе противоречишь, на самом деле. При таком расходе топлива, Сережа, это очень много. Это из-за автомата. Мне кажется, на ручке будет гораздо... Я ехала, кстати, вот на такси. У меня такой же двигатель стоит в моем автомобиле, да? 1,6. Ну, знаете, сколько он ест? Ну, в среднем 7,5. Ну, у меня ручка. На ручке. Вот на ручке. Я ехала вот тут на такси. Кстати, такси сказал, что вас тоже подвозило на это. Рено 1,6. У него на ручке было. Он весь из себя счастливый. И, говорит, это вот самое... И действительно, на заднем сиденье очень комфортно сидеть. На переднем, ребят, но это очень большой минус. Когда ты едешь в дождь, в слякоть, и все. И когда тебе по сторонам не видно, это в конце концов опасно. Я не знаю, дешево там, здорово или нет, но это опасно. Из вождения действительно для девушек... Вот вы вспоминаете, вы, может, не водили пятерки «Жигулей». Я водила. Я водила пятерку «Жигулей». Вот я тоже водила пятерку «Жигулей». И пятерку водил. Это путь круче. У пятерки еще жестче роль. Но здесь действительно сложный. И потому что женщина, ну, просто может не хватить сил, чтобы куда-то правильно и маневренно сделать это движение. Это называется, Виктория, фитнес. Упражнение с обручем это называется. Да. И таким образом, друзья мои, я думаю, что вердикт будет следующим. Машина хорошая, но брать надо все-таки на ручке, да, чтобы она оставалась еще более хорошей для вас. Что ж, дамы и господа, сегодня у нас в большом тест-драйве «Рено Лаган». Автомобиль в высшей степени народный. Производится он в том числе и в Москве, да, Рустам Иванович? Автофрама, забор. Насколько сборка? Полностью практически. Я так понимаю, полностью. Даже куют железо тут? Ну, я думаю, что... А как у них с сервисом? Ну, смотрите, я вот у официального, да, дилера смотрю. Конечно, честно говоря, достаточно дорого. Я уж не знаю, сколько... Ну, помнишь, с тобой разговаривали, сколько в Вольфсвагене стоит. Ну, вот смотрите, Логан с двигателем 1.6, 16-ти клапан. Ну, вот как у нас, 6,599. Это сервис 15, 30, 45, 75 тысяч, да. А если сюда еще и замена, допустим, зубчатого шкива, коленвала, или крепежа каких-то элементов, совсем дорого. Или с заменой ремней, да, то есть, ну, там за десяточку будет вылезать. Хотя вот в неофициальных сервисах, я в Яндексе посмотрел, стоимость первого ТО 2 тысячи рублей. Ну, тут вопрос, где вы обслуживаетесь? Они воду заливают? Ну, я уж не знаю, что там заливают. Ну, вот смотрите, 6,560, это прилично, я могу так сказать. Для такой, тем более, машина, да. Алексей Ильич, ваши ощущения, пожалуйста. Смотрите, значит, ну, почти все вы сказали, хотя мне было очень интересно, потому что столько я о нем наслышан, и анекдотических каких-то вещей, и есть какая-то харизма у него, вот связанная с таксистами, которые там вот в нем. Я когда действительно ездил, я ничего не замечал, и мне как-то, ну, даже неинтересно было смотреть, потому что он такой автомобиль, ну, извините меня, потому что я тоже думал, ну, как бы вот, ну, почти так, лузерный такой, да, вот, ну, если уж тебе вот ничего уже не греет. Нет, эти трое, они действительно против народа. Ну, подождите, Сергей, ну, подождите, я же только с этим... Не, надо затонировать окна. Говорят, Немцов на вашем кресле сидел, да? Да, я чувствую уже, плохо себя чувствую сейчас за таблеточкой скажу. Причал, говорят. Подождите, значит, поэтому этот бэкграунд у меня был, хотя ваши глаза, когда поблескивали, там, сейчас бы ты познакомишься, я сажусь в него, и действительно очень любопытное ощущение. Я сейчас упускаю весь дизайн. Кстати, Руслан Иванович, у меня вот снаружи его вид не так разочаровывал, то есть я был готов к этому, я же его видел. Вот он, тем более там какая-то хромированная штука на нем, ну, как вот, отражалось солнце, ну, какой-то веселый. Какая у тебя штука хромированная. Да, да. И поехал он вполне вот так вот хорошо. Действительно, я почувствовал, руль такой. Сказал Максим Викторий. Ну, думаю, наверное, вот как-то таксисты едут, мужики крутят руль, все нормально. Я единственное, очень долго искал, где регулируются зеркала, потому что все равно ты тянешься туда, как собака Павлова, к двери, чтобы там найти эту пимпочку, которая будет зеркало мне выставлять. У прикуривателя. Внизу, да, межсиденьев он где-то там был. Потом смотрю, так вот маленькая точечка какая-то там. Но это дело не в этом. Меня, честно говоря, он действительно должен быть по определению дешевым и аскетичным. Но аскетичность, это не значит, что он должен быть уродом, предположим, там. И мне показалось, в интерьере, причем использовать те же материалы, вот это не схалтурили. Пусть будет пластмасса, пусть будет, но как-то сделано более определенно. Потому что он действительно, кто-то сказал, да привинтите вот эти дефлекторы, пусть круглый будет. Ну что, в рост? Да пусть круглый. Чего, кто обратит внимание? Их дешевле будет штамповать. Ну да, да. Но тут вот, мне кажется, меру они перешли. Плюс неудачно они с вот сочетанием пластика, цвета пластика с тканью. Ну не нужно. Вот это серебристый. Вот это же кошмар. Вы знаете, к кубистов, которым вы себя причисляете, к кубистам вообще вот цвет не важен. Да. У него форма прям. Нет, ну ты в ростом, он кубистом, а тут кругленький, понимаете, вещь. Ну явно инородное, явно инородное тело. И вот этот цвет этого пластика, знаете, подиум, кордовые модели такие были. А, ребята, ребята, еще тема. Я так понимаю, что машина не комплектуется магнитолой штатной, да? То есть у нас, например, была опункция, голубая точка, модный 80-й год, там 70-й немецкий бренд. Вот. Но я так понимаю, что в нашей машине была аудиоподготовка. Это когда уже в двери рассованы колонки. Так вот, я скажу вам так, не берите машину с аудиоподготовкой, потому что всю прелесть была у пункта, какой бы он ни был, какой бы он ни был, звук все равно получается, как будто вы сами поете или сами разговариваете. Серьезно. То есть это совершенно бессмысленная вещь. Если можно отказаться от колонок встроенных, отказываться, лучше купить простенькие свои какие-то. Интересно, на сайте официальном Рено раздел интерьер этого автомобиля. Ничего, кроме обивки сидений. Ну, прекратите. Ну, прекратите. Может быть с обивкой, а может быть без обивки. Ну, прекратите. Прекратите. Вы как хотите сидеть? На пружинах просто. У нас есть такой сервис. Будем покачиваться, да. В то же время чувствуем. И вот эти колеса. Вы заметили, какие тонкие колеса. Слушайте. А тогда надо было, знаете, как Рустав Иванович? Значит, мы берем без обивки. Нет, Рустав, давай так. Тоненький, но тугий. Без шин. Я удержался. Вы поедете на дисках просто, да. Да, да, да. И полжинный рюк. Ну, слушайте. Нет, знаете, есть такой плюс. Там руль, он такой очень тоненький, как ниточка. Но зато на нем массажер. Ну, вот он такой рифленый. Можно вот пальцы размять. А вот чтобы сильно было, надо было руль квадратный сделать. Вот этими формами страдают производители гробов. Ну, вот заметьте, да, вот они, вот все рубленые. Вам нужны аэродинамические. Вы собираетесь отправиться в авиапутешествие. Вы пролететь хотите какой-то? Вот эти два метра. Вы хотите пролететь? Но в целом я серьезно могу сказать. Но красиво. Нет. А там вас ждут пружины Реном. Что подкидывало, и вы снова. Французский ад, да. Значит, я что хочу сказать. Но вы зажрался-то с волочега. У меня, во-первых, Рено. Это вы зажрались. Передвигаетесь на автомобиле за 10 миллионов. Рублей. Значит, ну иногда. Садись. Квартира, я колеса. Я могу сказать. Я могу сказать. К нам очень много, нас очень много спрашивали об этом автомобиле. И если, вот на самом деле, серьезно говорить, ну без смеха. Это отличный автомобиль за те деньги, за которые он предлагается на рынке. Но, отказывайтесь. Ну, не нужен автомат. Не нужен автомат. Это лучше, чем автоваз. Но, если по-честному, это лучше, чем 10. А мне, наоборот, показалось, что уж лучше Калина, чем эта. Потому что у нас впереди с вами, друзья мои, конкурс ваших видеозарисовок тест-драйвовских. Готовим же мы сейчас технологию. Ну и, друзья мои, действительно машина... Да нет, ну нормальная машина. Честное слово. Съедет большой багажник хороший. Едет отлично, нормально. И вот эти пружины сзади, которые закрывают багажник. Ну, пружины, они мешают тому, кто в багажнике. Но там вряд ли живой кто-то. Ну да, нет. Обычно живые не садятся в багажник. Брутально смотрятся эти пружины. И еще пару замечаний буквально. Нет, ну пару замечаний... Ты возила кого-нибудь в этой машине? Вас возила. Даже собака туда не зашла. А собаки там негде. Не пойду. Встала около двери и лапами утервалась. Какая журная его собака. Не пойду. Да я тяф, тяф. Ее как раз надо было туда, к пружинам. Нет, помните, когда вы завизжали, когда я вас через бордюр повезла? Но она же этот бордюр проглотила. Она даже и не поперхнулась, несмотря на то, что вы с Рустамом сидели. Да, друзья мои, хорошая машина. Нет, хороший автомобиль. Но мне стыдно за моих соведущих, потому что они, конечно, чванливые, зажравшиеся уроды. Вы черные. Которые не понимают. Некрасивые вы сейчас ведете себя. Но зато с точки зрения морали и нравственности идеально. С точки зрения шоу превосходно. Хоть кто-то должен осудить ваше отношение к всенародным ценностям. Правильно? И я вам скажу, несёмки. Я каюсь. Хорошо, подождите. Купите себе лого. Подождите. Куплю. Вот смотри. Куплю. Куплю. Надо будет куплю. Можно купить дежурные. Понимаете, да. Гадёныш, угодно. Ну, гадёныш, понимаешь. Он дешёвый, можно дежурный. Хамелеон. 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 Хотите, я покаюсь? Нет. Я виноват, что я сказал, что с пружинами он лучше. Конечно, он лучше с креслами с нормальными. Чтобы у тебя был с пружинами. Да будьте вы всем здоровы.